Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях Василий Сергеевич Ляхов, основатель школы банного мастерства, автор вот этой замечательной книги «Иди ты в баню или с лёгким паром». Василий Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос, прям сразу к вопросам. Первый вопрос. Какую роль играет баня в традиционной русской культуре? Ну, баня в традиционной русской культуре – это в первую очередь профилактика. Профилактика, здоровье, потому что если задуматься о том, когда медицина Парацельса вошла в нашу обыденную жизнь, которую сейчас стали называть уже традиционной медициной, то мы поймём, что если лампочка Ильича засветилась в 1922 году в какой-то одной деревушке, то надо понимать, что города-то были обеспечены более-менее, а вот деревни там где-то земской врач доедет на свои двуколки или не доедет ко времени – неизвестно. Жизнь на селе, а страна наша была аграрная, и жизнь на селе требовала физического труда и физической силы. Соответственно, чтобы понять, насколько важна была баня в традиции, мы говорим о том, что кузнец стоял у раскалённого горна и по наковальне бил кувалдой всю неделю. Ковал, да? Потел? Потел со страшной силой. Возьмите того, кто валил лес, кто колол дрова, кто шёл за сахой или за плугом вручную за лошадкой, пахал землю. Любую сельскую работу возьмите, она без пота не обошлась. Целую неделю мужик потел. А потом они, с ума сшедшие в субботу, все шли в баню потеть. Если бы это было несвойственно, если бы это было нефизиологично, если бы это было ненормально, наш народ ни за что никогда не пошёл бы туда вот просто так. Поэтому баня в культуре нашей, она как раз несла ту самую функцию, когда человек, всю неделю работавший, приходил, выпотевал из себя в спокойном состоянии. Не тогда, когда он активный, процессы бурлят внутри, и идут процессы расщепления, и появляются дополнительные вредные вещества и соединения в организме в момент расщепления. А когда он в покое, когда у него нету этих активных процессов, он выпотевает из себя то, что за неделю у него накопилось. Во-вторых, прогреваясь, он снимает напряжение со всех мышц, связок, сухожилий, фасций, суставов, уходит напряжение. Для физически нагруженного человека это архиважно. Для того, чтобы влагой подышать и сделать ингаляцию, да ещё с травушками, с какими-то ароматами, это тоже очень важно. Это для того, чтобы продышаться. И когда у нас косят сено, когда работают где-то на пашне, это же пыль неизбежная, соответственно, вдыхают её. Её надо как-то вывести. Для этого нужна эта самая ингаляция, чтобы откашлялась, отхаркалась, ушло из лёгких то, что там не нужно. Ну и самое главное, в процессе парения наш мозг не мог справиться с тем количеством информации, которая поступала. Во-первых, ароматы, во-вторых, звуки. В-третьих, тепло, горячо, жарко. А в-четвёртых, тысячное касание листиками по телу. Наш мозг-контролёр не мог отследить, и он отключался. И человек уходил в управляемый транс, в состоянии управляемого транса. Когда он здесь и сейчас, когда он чётко чувствует, что происходит с его телом, где гуляют венички на руках, на ногах, на спине, он чётко это понимает, но не спит. Но нет мыслей в голове. Он не думает о том, что веник под углом, 30 градусов в горизонт, уложится там на какое-то место на его теле. Нет мыслей. И вот эта перезагрузка, вот эта медитация, да, состояние вне ума. Когда пошёл в баню, в бане помылся, на свет народился. Почему так говорят? Потому что ты в том состоянии замороченности недельной умираешь, физической усталости недельной умираешь, и возрождаешься уже наполненным силой. Потому что отдых – это наполнение силой. Вот баня давала отдохновение через наполнение силой. Баня давала выключение вот этих вот мыслей ненужных. Именно поэтому на Руси говорили «иди ты в баню». Тому, кто начинал раздражать, нервировать, капать на мозги, ему говорили «иди в баню». Потому что после бани человек выходит свежий, уравновешенный, спокойный. И с ним приятно общаться. Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова. «Бесправо на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. У вас книга про мифы. А скажите, не все будут перечислять основные мифы, которые существуют о бане? Ну, первый миф – это температурный. И первый вопрос, как правило, когда с аудиторией неподготовленной разговариваешь, они задают вопрос – а какая температура у вас в бане? Вот это первый вопрос. И в силу того, что технократически сделанные бани без внутреннего содержания нанесли большой урон банной культуре, это вот электрические бани на заре их появления, когда еще не была автоматика развита, и они были опасные, током било ни одного и ни двух. Причем строили эти бани заводы в своих учреждениях медицинских. Это курорты, санатории, профилактории, дома отдыха, чтобы работники... В каких годах говорим сейчас? Ну, говорим, послевоенные годы. Послевоенные годы, потому что надо было восстанавливать страну, нужна была тяжелая промышленность, легкая промышленность. А человек, который в социалистическом обществе трудился, о нем проявлялась определенная забота. То есть он должен был 11 месяцев работать, а 12 месяц потратить на то, чтобы восстановиться, отдохнуть в доме отдыха, посетить профилакторию, если нужна профилактика, санаторий или курорт, если нужно санаторно-курортное лечение. И профсоюз выписывал путевку человеку, чтобы он восстановился, и следующий год опять работал полноценно все 11 месяцев. И сами заводы были заинтересованы построить эти курорты, санаторий, профилактория и дома отдыха. Так вот, когда строили вот эти первые электрические бани, ведь есть же у нас там ящик с тенами и с битыми изоляторами, источник тепла есть, тепло. Деревяшками обшитое пространство есть, лежанка, лавочка. Но наши мужики привыкли париться вениками, и поэтому, кидая на камни, а так как защиты не было, вот током убило ни одного и ни двух. Убило кого? Того, кому на производстве дали путевку. А алкоголику не дадут путевку. Дадут путевку качественному специалисту. Соответственно, этот специалист должен был восстановиться, должен был поправить здоровье, вернуться и трудиться на благо Родины. А его вдруг привезли домой в гробу. Так вот, в каждой организации был персонаж, который, если первым не сообщил о случившемся, он наутро не порторг. И поэтому по вертикали политической власти полетели звонки. Убило, 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 убило. Током, где? В медицинском учреждении. А так как не было автоматика, ну, у нас развито, не было устройства защитного отключения, не было УЗО. Еще не придумали, еще не сделали. Невозможно было решить задачу. Поэтому запретить было проще. И во всех банях страны повисли таблички. Во всех банях, которые были сделаны таким образом, электрических банях, сауна, воду на камни не лить, вениками не пользоваться. Тогда, ну, в силу железного занавеса, мало кто был в Финляндии, мало кто мог сравнить финскую баню с тем, что у нас выстроили. И вот тогда все решили, что финская баня, она высокотемпературная, сухая. Почему? Потому что, когда ты находишься в бане, а воду на камни налить не можешь, и вениками пользоваться не можешь, то у тебя процесс испарения идет с поверхности тела, потому что неизбежно начинаешь потеть. Соответственно, это охлаждение. И сидеть в 50 градусах в бане, когда у тебя испаряется и на поверхности охлаждается, практически в половину, 25 на поверхности, а мы 36, нам зябко становится. Несмотря на то, что окружающая среда 50 градусов, но мы активно испаряя, себя охлаждая, нам становится зябко. Надо температуру повышать. Повышаем до 60, повышаем до 70, повышаем до 80, но так как влажность минимальная, оно испаряется и охлаждается. Даже если мы нагрели баню до 80, то это примерно 40, а мы 36,6. Вот мы только-только на грани, вот только на грани, да? Но если мы нагрели баню до 120, это уже предел терпимости. Здесь уже надо, прямо с цепи в зубы, потерпеть, да, при нулевой влажности. Но когда мы туда зашли и начали активно испарять, влажность сама по себе подымается. И на камни-то кидать не надо. Предел терпимости 120 градусов. Но если в бане 100 градусов и 20% влажность, то это та самая цифра 120. Ощущения будут те же самые. 80 градусов и 40% влажности. Ощущения будут те же самые, как при 120 сухого. Будет 60 градусов и 60% влажности. Будут те же самые ощущения яркости. И получается, что раз вениками нельзя, воду на камне лить нельзя, вот и догнали температуру до тех самых 120 градусов, где нужно посидеть, потерпеть, проявить себя как, ну, я не знаю, как человека крепкого, здорового, способного. Начались вот эти соревнования. Кто кого пересидит, кто больше вытерпит. Ну и мы же достигаторы. Многие из нас достигаторы. Многие из нас хотят доказать окружающим, что я самый крутой перец, и я вас всех пересижу, я перетерплю. И такие все там сидят. И такие все там сидят. И каждый старается перетерпеть. Вспомните, когда вы заходите в сауну, там показывают термометр 100 градусов, вы заходите, не первый, садитесь, и уже с первой, второй минуты начинаете терпеть. И через какое-то время вам хочется уйти оттуда. Ну уже пора. Ну я же не первый зашел. Смотри, еще люди сидят. И все сидят и терпят. И не шевелятся. Потому что если ты зашевелился... Жарче становится. Да, потому что вот то, что тебя вот тут вот охраняет, охлаждает, оно как бы сдувается, и сразу жарко становится. Горячо, неприятно. Так вот только стоит одному, первому, пойти на выход, все как горох посыпали. Ну слава богу, один пошел, и нам не стыдно. И все за ним побежали следом. Но так же. Ну это же вот все через это проходили. То есть эта история всем известная, и она абсолютно понятная. Русская баня совершенно не связана с тем, что в ней надо терпеть. В русской бане надо наслаждаться. Это самое важное. Это первый миф. Да, это первый миф. В нем, правда, я собрал сразу несколько историй. Да, вот. Второй миф про баню. Это то, что в бане нужно пить пиво. Потому что вот баня без пива, это вот как бы деньги на ветер. Да, это что? Это как пиво без водки. Так вот, алкоголь совершенно несовместим с походом в баню. То есть это протоплазматический наркотический яд, который влияет на протоплазму, на кровь, и красные кровяные тельца начинают слипаться. А в мозг доставляет только одно красное кровяное тельце, к нейрончику приносит кислород. Если два слиплась, уже заткнуло путь к нейрону. И, соответственно, он через 7 минут погиб. И в зависимости от того, на какую область головного мозга алкоголь влияет в первую очередь, если на мужичок, то человека начинает штормить, качать. Если на речевой центр у него заплетается язык. Если на центр памяти он не помнит, что с ним вчера было. То есть алкоголь влияет в первую очередь на наш процессор. В бане сосуды расширяются. При нагревании. А если у нас масса мелких тромбиков от алкоголя разбежалась по всей периферии и заткнула периферию, даже при расширенных сосудиках, а мы в это время пошли в ледяную купель, бухнулись, у нас спазм. А ведь многие пошли на снег, а многие пошли в прорубь зимой. У нас спазм. И если лопнул сосудик в теле, еще беда небольшая. Там гематомку рассосет. Вот у нас очень разветвленная кровеносная система. Но если это в голове, микроинсульт. Если это в сердце, это микроинфаркт. Поэтому алкоголь в бане неприемлем. Я все время говорю людям, у вас 300 дней в году. Делайте со своим организмом все, что хотите. 60 дней в году отдайте бане и почиститесь от всего того, что вы ели, пили в течение этих 300 дней. У нас 50 примерно выходных за год. Вот 60 дней. Где-то... Почему я говорю 60 дней в баню? Потому что мы ходим еженедельно. Но если вдруг почувствовал, что ты где-то переохладился, бегом в баньку. Это поможет тебе очень быстро выйти из ситуации, не свалиться в температуру, не свалиться в хворь. Если ты прозевал, у тебя поднялась температура, не надо идти в баню с высокой температурой, надо переждать. Но остаточные банька хорошо уберет. Поэтому баня может быть не только в субботние дни, но еще среди недели там, где тебе важно, необходимо облегчить свою ситуацию. Вот еще один миф. Да, да. Это на самом деле, наверное, один из самых жестоких мифов. Потому что все считают, что вот поедем в дневню, в дачу, там шашлычки, коньячок и банька. И это прям вот отдохнув. Банька – это очищение. А вот шашлычок и прочее – это наполнение. Поэтому баня должна быть с чаем, с медом, с водичкой теплой, но никак не с едой. После бани – пожалуйста. Но в процессе организм не понимает, что мы хотим от него. Мы пошли в баню, начали потеть, избавляться от того, что мы набрали за неделю. А тут же начинаем совать в рот булки и начинаем жевать, организм не понимает. Так, мы наполняемся или мы очищаемся? Что мы делаем? То есть это вот не свойство. Одновременно не годится. Есть ещё один миф, он такой тоже достаточно жёсткий, он очень благозвучный. Это баня парит, баня правит, баня всё исправит. И вот этот миф, почему он жёсткий? Потому что баня не всё может исправить. Потому что если у вас вязкость крови повышена, если у вас предрасположенность только к болезням крови, то есть тромбофлебиты и так далее, вы придёте и навредите себе. Нужно сначала разобраться со своим здоровьем, разобраться со своей кровью, а потом идти в баню, а иначе можно попасть в ситуацию неправильную. Я уже сказал часть этого мифа. Если у вас высокая температура, вы уже проскочили. Иначе в баню идти нельзя. Надо сначала привести свой организм в норму, а потом идти в баню. То есть есть моменты, которые баня может усугубить. Поэтому баня, конечно, она очень многое у нас снимает, очень многое убирает, огромное количество напряжений, помогает во многих случаях и с суставами, и с простудными заболеваниями, и с эмоциональными какими-то болезни. Но если у вас эпилепсия, то какая баня? Там есть раскалённая печка, там есть полок с жёсткими углами какими-то, да? Там может быть пол керамический. Если у человека начался припадок, это может быть травмоопасно, очень опасно. Поэтому не при каждой болезни можно идти в баню. Поэтому надо сначала понять, что у тебя со здоровьем, а потом уже идти в баньку. Поэтому не все вопросы решает баня. Какие опасности могут подстерегать тех, кто использует баню для соревнований? Ведь даже есть соревнования, по-моему, такие. Уже нету. Уже нету? Значит, были. Таких соревнований нету. Производитель печей «Харвиа», очень-очень серьёзная фирма, очень много лет спонсировала как раз вот эти соревнования. Назывались они «Саундспорт», когда в банях при 120 градусах спортсмены сидели, терпели, а с определённым интервалом, каждые 30 секунд, каждую минуту или каждые 2 минуты, или какой-то интервал временной выливалось то или иное количество воды на камни. Ну, при разном интервале разный объём воды, скажем, каждую минуту пол-литра выливалось на камни. Всё ещё зависело от объёма парной, от многих моментов. И спортсмены сидели и терпели. Сложно вообще называть спортом, это нет? Да, это сложно называть спортом, но так назвали, назвали «Саундспорт». И вот трагедия Хейнола, кто интересуется, может забить в поисковик. Наш Владимир Ладыжинский из Новосибирска поехал в этот городок, чтобы доказать, что он круче, чем любой финн, что сибиряки, они самые крепкие, что они баню любят и вытерпят любой жар. Вот, поехал доказать. А Тимо Кауконен, я научился выговаривать эту фамилию, был, по-моему, четырёхкратным, что ли, чемпионом мира. И он, вот Ладыжинский, решил доказать, что он круче. Статисты, которые заходят и выливают водичку, не берут тех, у кого меньше 12 минут способность находиться в этом вареве. У самих спортсменов рекорды 18-19 минут. Они могли находиться в этом вареве, когда вот эту воду льют, когда вот это вот варево, они как в чайнике находятся. 120 градусов, и это вот вода испарившаяся, это караул. Так вот, на шестой минуте в парной осталось два человека. Тимо и Ладыжинский. На шестой? На шестой минуте. Хотя у них результаты вон какие. И Тимо попытался выйти, и его с множественными ожогами в реанимацию Ладыжинского тронули, а он готов. До того, после того, никому не понятно, кто победил. Победил тот, кто вышел перед ними. Потому что в условиях чемпионата написано «выйти без посторонней помощи». А почему так случилось? Оказалось, что организаторы решили зрелищность повысить. Ну, чего на потных мужиков смотреть 20 минут? Ну, что в этом интересного? Ну, реально ничего интересного. Ну, сидят мужики и потеют, да? По ним пот течет. Если изначально соревнования были достаточно короткие, но со временем спортсмены тренировались, тренировались, и уже вот 20 минут. Ну, куда? 20 минут смотреть. И они, не предупредив спортсменов, подняли температуру всего на 10 градусов. Они сделали 130 вместо 120. Это получилось убийственным для ребят, которые этим занимались. Потому что для нашего организма 120 – это предел терпимости. Они сделали 130. Вот такая беда случилась, и с тех пор закрыли эти чемпионаты. Правда, мы незадолго до этого вывели свой чемпионат, чемпионат по парению вениками. И первый международный чемпионат прошел в 2008 году в Вильнюсе, вернее, в Друскененкай, в Литве, в Друскененкай, в аквапарке. И там все-таки парение вениками, там все-таки взаимодействие с гостем, там все-таки задача как можно глубже, как можно качественнее прогреть человек и доставить ему наслаждение, а не кто кого. Там нету вот этого кто кого. Просто кто красивее, кто лучше, кто затеяние, кто больше приемов применит. То есть вот в этом смысл чемпионата, а не в том, чтобы кто-то кого-то перетерпел, кто-то кого-то победил именно во временном аспекте. Чемпионат по парению вениками сейчас, он больше похож на фигурное катание, на художественную гимнастику, потому что там каждый старается все это сделать не просто качественно, еще и красиво. Это интереснее, да. Как вы относитесь, вот сейчас во многих фитнес-центрах есть хамам, сауны, бани, наверное. Вот после занятия спортом, то есть пришел в фитнес-центр, отзанимался, прям отзанимался, и в сауну. Это хорошо? Значит, я... И куда лучше, в сауну или в хамам? Я вообще в сауну... Даже вот это слово сауна, оно не соответствует действительности, потому что сауна... Вы могли к этому называть. Да. Сауна в Финляндии это родная сестра русской бани. И мы третий международный чемпионат по парению вениками проводили на острове Херанкукара в Финляндии. И там огромная, просторная парная на сто человек, врубленная в скалу. Представляете? Две стены скала. Как ее до ста градусов нагреть? Не знаю. Ну, никогда в жизни. Никак. Никогда в жизни. И финны никогда не грели свою баню до ста градусов. Вот эта технократическая баня, которая зашла, вот, а финны, влюбленные в баню, они стали строить в домах. Почему? Потому что печку с дровами не разрешают в многоэтажках. Пожар опасно. А электрическую баньку разрешают. И поэтому все пошли строить электрические бани, потому что, ну, никто же не вдумывался особенно. Ну, есть температурка. А финны довольно быстро сделали, Харвия довольно быстро сделала вот это самое устройство защитного отключения. И при возникновении разности потенциалов печка отключается. То есть током перестало убивать людей. Потом появились двухрубашечные тены, появилась возможность лить на тены воду. И поэтому появились печки электрические, на которые можно лить воду. На камни можно лед ложить, снег ложить. Появилась возможность использовать электрические печи. Но от этого не поменялась суть вот этой недобани. Ее сауной сложно назвать. Это недобани. Это сушилка для непонятно чего. Потому что... Другие. Да. Потому что дрова сушат при температуре не более 60 градусов. А люди круче дров лезут в 100. Поэтому вот технократическая вот эта банька, которую мы называем сауной, вот, она как раз травмирует слизистую глаз, травмирует слизистую носоглотки, пересушивает кожу, и поэтому она не приносит нам здоровья. После любой физической нагрузки лучше пойти в хамам, чем в сауну. Лучше пойти в русскую баню. Потому что в хамаме избыточная влажность. Хамам... Ну да, стоит рассказать, что такое хамам на самом деле. Да, хамам на самом деле – это баня для народов, которые жили где? В сухом климате. Там, где пески, там, где пыль. Первый на жеребце скачет ему счастье, остальные за ним пыль глотают. Как ее оттуда вывезти? Ну, очень сложно, да? Если мы поедем в Среднюю Азию, если мы поедем в Египет, если мы поедем в Турцию, мы увидим, что там, где жарко, где сухие страны, там, в культуре народа, есть привычка харкать, плевать на улице. У нас это как бы зазорно, а у них нет. Это часть их культуры. Потому что в легких накапливается грязь, которую надо откашлять и отхаркать. Именно поэтому им нужна была ингаляция. Поэтому хамамы распространены там, где сухой климат. И это полезно здоровью тех людей, которые там проживают. Потому что это их легкие приводят в норму. Соответственно, когда мы идем в баню в русскую, то у нас осенью, весной, зимой влаги, сырости достаточно много. И поэтому банька как-то посуше. А вот летом, когда покосы, когда пыльно, банька повлажнее. Потому что на улице сухо. И поэтому нам нужна эта ингаляция. Поэтому если брать финнов, то чем они отличаются в своей бане? Они просто вот живут на берегах холодных морей и холодных рек. И очень много из них рыбаков, которые на своей латчонке, на шхуне плещутся в этой холодной воде, чтобы наловить этой рыбу, чтобы прокормить семью. И им вот эта сырая, холодная морозь, вот эта вот вода холодная, она так им надоест за неделю, что они, приходя в баню, не торопятся лить на камни воду. Они выпотевают из себя подольше. А потом льют на камни, парятся так же вениками, так же прыгают в финский залив, в холодную воду. То есть всё так же, как у нас. Просто не спешат с разбегу кидать на камни. Хамам сразу влажный, а русская баня посерединке. И поэтому мы в ней можем создать любые условия под задачу. Такой ещё вопрос. А вот ванна, горячая ванна, может быть заменой бани? Ну, она не может быть заменой бани, но она хорошая подспорья. Горячая ванна, когда нету бани, когда нету своей бани, нет возможности быстро где-то пойти в баньку, а ты почувствовал простуду, поэтому пачку соли, эфирного маслица или травушек, пучок и в ванну. Это тоже очень вкусно, потому что температура в ванной, которую мы можем переносить, она где-то в пределах 40-45 градусов. Это то же самое, что у нас в парной. И там как раз активное-активное потение. И вспомните, мы ребёночка купаем в ванночке, мы локоточком температурку меряем. Сколько температурка? Ну, до 40 градусов как раз. И как раз эта температурка, ребёнка в ней моем, и он у нас розовенький весь, он прям аж пышет теплом, да? То есть эта вот температура, что в русской бане, что в ванной, она создаёт условия для активного потоотделения, избавления от вредных веществ и соединений. И однажды я парил профессора Болотова с его супругой, и вот она рассказала такую историю, что у них было задание, ну, Советский Союз, он же строил планы огромного масштаба, да? И был план полететь на Марс. И почему-то считалось, что Марс планета горячая, что там температура значительно выше, чем на Земле. Красная, да? Красная, да. Была задача какая? Космонавтов, которые попадут на Марс, надо подготовить к тому, что там будет температура значительно выше, чем на Земле. И надо было выяснить, насколько можно отпускать людей в температуру 50 градусов, 60 градусов, 70 градусов, 80 градусов и так далее. Насколько долго они там могут находиться? Какие способы реабилитации придумать в корабле и подготовить, чтобы люди, возвращаясь, могли реабилитироваться? Куда пошли делать исследования? В баню. Потому что там можно регулировать и температуру, и влажность. И вот когда испытуемые оказались в бане, то испытатели, естественно, проверяли, ну что, температуру тела мерили, потом мерили сердечные ритмы, частоту сердечных ритмов, пульс, насколько он учащается, не учащается, в зависимости от обстановки. Как ведет себя кровь? Сахар в крови там и так далее, кислород в крови. То есть вот эти параметры. А чего оказалось в избытке? Пот появился в избытке. И невозможно. Ну, люди же, которые делают исследования, они же с пытливым умом. Они начали брать пробы пота при разных температурно-влажностных условиях. И оказалось, что пока температура до 60 градусов, выделяется так называемый грязный пот. Работает апокринная система. У организма нет опасности теплового удара, и организм очищается. И выбрасываются вредные вещества и соединения на поверхность. Как только температура перевалила за 60, а на планете температура за 60, ну, если она где-то есть, то там люди не живут. Там растения не создают тень, высыхают. Самая высокая температура на планете зафиксирована два года тому назад. У меня с цифрами плохо. То ли 57,8 градуса, то ли 58,7 градуса. То есть это самая высокая температура на планете в тени. Всё, что выше, это тень от скалы, от бархана. Это уже место, не приспособленное к жизни человека. Так вот, как только температура перевалится в 60, просто течёт межклеточная жидкость. А в ней всё хорошее и всё плохое в перемешку. И это обессоливание, обезвоживание, потеря микроэлементов, минералов, витаминов и так далее. Поэтому заходить в баню, в которой температура больше 60, неправильно для нашего здоровья. И вот они выяснили, что, оказывается, с потом уходит до 184 вредных веществ и соединений из организма. А через почки только до 84, в основном соли. И наши предки каким-то там фантастическим способом понимали, что в баню нужно ходить, и в бане нужно правильно потеть, чтобы очищаться от вот этих вредных веществ и соединений. И поэтому баня делалась как? Вот отец у меня рождён в 16-м году. Мой дед, у которого мой отец был не первым, и в 16-м году до революции, за год до революции родился, разве он знал слово термометр, гигрометр? Ну, никак не знал. Соответственно, как он баню готовил, когда у него было 6 девочек и... А, 5 девочек и 2 сына, 7 детей. Он готовил баню так, чтобы можно было новорождённого туда занести. То есть банька была мягкая. А уже потом, подкидывая на камушки, можно было создать любую кондицию в парной. И в одних семьях сначала вели всех деток, мыли, грели всех деток, пока баня прохладная, и отправляли в дом. А потом шли и крепко парились. В других семьях наоборот. Сначала шли крепкие мужики, парились, грелись, а на остаточном шли уже хворые, слабые, немощные, маленькие. Поэтому баня использовалась совершенно разумно. Главное было натопить очах, чтобы там камни были раскалённые, разогретые. А стены не должны были сильно горячими быть. Даже нижние венцы не запканопачивали, чтобы, не дай бог, не угореть. Потому что топили-то баню по-чёрному. Угольки, если остались, так это угарные газы. Их же надо было убрать, вычистить. Поэтому при протопке бани, при парении потом, важно было, чтобы свежий воздух поступал. И поэтому в бане, в той бане, в старой-старой бане, во-первых, законопатить её можно было только мхом. Во-вторых, нижние венцы не законопатились. В-третьих, температурный режим на улице зимой какой? И минус 30, и минус 40. И разве можно было там держать 100 градусов в той баньке? Никогда там 100 градусов не было. Там были те самые 40, 50, до 60. Но там была водичка, которую лили на камни. И эта водичка создавала тепловые ощущения. Потому что ощущение на теле создаёт температура, влажность и движение воздуха. Вспоминайте, как нам сейчас говорят синоптики. На улице плюс 13 ощущается, как плюс 8. Почему? Потому что влажно и дует ветер. Это кто-то вышел, наверное, померял. Конечно. Ощущая, как будто плюс 8. Нет? Не так? Ну, как-то так. Так, хорошо. И как движение воздуха? Ну, вот смотрите. В бане. В бане мы двигаем, мы опахалом работаем, веером работаем, вениками работаем. Мы же двигаем воздух. И тогда ощущения на теле совершенно другие. Вот человек сел в баню и спокойно сидит. А если начинаешь намахивать, он сразу, ух, горячо. От чего горячо? От того, что волна пошла и принесла более горячий воздух. Так же, как в природе, вот мороз жахнул, минус 30, все деревья инеем покрылись, вымерзла влага в пространстве. А на следующий день минус 10, ветра нет. Пожалуйста, голый торс, можно загорать, потому что влажность нулевая, а солнышко светит. И ощущение прям приятное. Возьмем к этим минус 10, прибавим плюс 20 градусов. На 20 градусов теплее, плюс 10. Ага, осенью под Питером, когда ветер сырой, снивы дует. Да? Ужас. До костей пронимает эти плюс 10. А здесь при минус 10 человек ходит и загорает. То есть влажность и движение воздуха оказывают более яркое воздействие на тело, чем просто температура. Я думаю, что много кто, вот если смотрит нас сейчас, не поймут, да, а как же так, вы говорите о том, что мы заходим в баню, и там плюс 50, плюс 60, да, когда я больше чем уверен, что заходят многие, и у них 110. А вот как раз, когда мы про температуру говорим, мы не учитываем один момент. Пока мы греем камни в печи, пока мы нагреем их до того, чтобы получить легкий пар, а легкий пар будет с камней, которые, ну, не меньше, там, 380 градусов должны быть нагреты, лучше 400, а еще лучше в сандунах 1003 градуса на верхней, на поверхности каменки, да. То есть там малиновые чушки вот такие, пар вообще мельчайший. Мы пока топили печь, мы перегрели пространство парной. У нас стенки нагрелись до 100 градусов, а термометр висит на стене. И он, как бы мы ни старались, будет показывать температуру стены. Мы открыли дверь, заходим, сколько кубометров холодного воздуха залетело, сколько горячего вылетело, никто не задумывается. А если в общественную баню, мы вообще зашли 20 человек, мы туда 30-40 кубов холодного воздуха занесли, температура уже упала. Мало того, 20 холодных тел, даже если они по 50 килограмм, извините, я буду так вот прям умножать, 20 на 50 умножьте, что получается? Тонна холодного мяса, которая сконденсирует на себе влагу, да? Ну вот да, я прям к людям так как к массе такой, да? То есть это сконденсирует на себя влагу, соответственно, уронит температуру. И никто не задумывается, что температура резко упала. Но стенка-то нагретая, она же осталась горячей, она же те 100 градусов. И поэтому термометр, который висит на стене, нас обманывает. У нас в парной уже давно 50-55, а термометр показывает 100. А ощущение, когда влага началась, эти вот 20 человек испарять, начали. Да еще кто-то взял тазик воды, в печку закинул. Аж уши сворачиваются. Он показывает 100. Ну да, разница не меняется. Снимите его. Снимите его. И или на веревочку повесьте, или вот прям на полочек, где сидите, положите. И вы удивитесь. Оказывается, температура-то на 40, на 50 градусов ниже, чем вы думали. Оказывается, что как раз при 60 градусах, да еще при влажности 60, невыносимо жарко. И никто не вытерпит эту температуру единицы. Единицы тех, кто способен какое-то время держать эту температуру. Поэтому мы идем в баню и, перетапливая ее, получаем иллюзию на термометре. Вы коснулись темы наших предков, да, как парились в бане. Как изменились традиции посещения бани с течением времени? Как было тогда, вы рассказали. А что изменилось сейчас? Ну, изменилось сейчас очень многое, потому что технический прогресс, он неизбежно заходит во все сферы нашей жизни. И невозможно остаться там, в старине полностью. И я часто очень говорю тем, кто говорит, я хочу полностью аутентичную баню. Я хочу баню прям вот как у прадедушки. И некоторые даже пытаются строить такие бани с высотой потолка метр девяносто или два метра. И не учитывая, что существует акселерация, во-первых. Мой отец был ниже меня почти на десять сантиметров. Мой дед был почти на десять сантиметров ниже моего отца. И если я метр восемьдесят, отец был метр семьдесят, а дедушка был метр шестьдесят, для него, конечно, баня в два метра высотой была нормальной. При его росте метр шестьдесят. Поэтому зайдите, правда, сейчас сложно зайти, в Киево-Печерской лавре есть гробик Ильи Муромца. И кольчуга его, этого Ильи Муромца, извините, она вот такая, вот такусенькая, она на меня ее не одеть. Хотя мы видим на картинах мощь, глыбу на самом деле. Для тех людей того времени он был огромный. А для нас он, оказывается, был не очень большой. И вот если мой сын ростом под метр девяносто, как его в баню метр девяносто завести? Он же в потолок головой упрется. Любую каплю на камне у него уже голова сошла с ума от температуры. Поэтому сейчас в моей бане высота потолка два семьдесят. И тогда я могу разумно управлять паровым пирогом, не сжигая себе голову. У нас технологии позволяют сделать слив, у нас технологии позволяют нагреть стены до нужной температуры, нагреть полки до нужной температуры. У нас технологии позволяют включить функции умного дома и сказать, Алиса, поддай. И ты с веничками стоишь, шуршишь, а Алиса тебе поддает. И это тоже можно использовать. Можно нажать на кнопочку на полочке, и нужная доза воды вольется в каменку. И не надо дурать черпак, бежать, оставлять гостя на полке, который хочет, чтобы с ним работали, и поддавать. А можно, оказывается, разными способами облегчить себе жизнь. И когда мне начинают возражать, да ну да, разве это баня? Я задаю вопрос, почему вы не ездите на деревянной телеге с деревянными колесами? Почему вы не хотите даже на Запорожце ехать? Вы хотите Бентли, вы хотите Мерседес, вы хотите даже Роллс-Ройс в индивидуальном исполнении, да? А баню вам подавай, как телега с деревянными колесами. Нет, один раз проехать-то хорошо, можно на лошадке прокатиться, на арбе. Так же и в бане. Сходить в баню по-черному один раз прикольно, но только для гурмана, который отвлечает пар с печи баней по-черному, пар с печи баней по-всерому, пар с печи электрической каменки, пар с печи каменки, не знаю, жадеид, нефрит, малиновый кварцит. Вот для него надо, вот такому человеку, есть у нас такой рассказ «Алеша Росконвойный». Вот там, вот там человек, ну, безумно любил баню. Он любил баню не просто попариться, он любил баню приготовить. Он любил баню истопить, приготовить ее. И он ее, как вот блюдо драгоценное, вкуснейшее блюдо готовил. Для такого человека нужна баня вот такая. Она может быть по-черному, по-серому, разная. Но для человека обычного, который не отличает пар с электрической печки от пара с металлической печки, от пара с каменки, для него разницы никакой, собственно, нет. И поэтому технологии, которые пришли на службу, помогают нам создать сейчас печи, которые абсолютно пожаробезопасные. И это правильно, это хорошо. Дают нам возможность встроить баню вместо ванной комнаты практически в любую квартиру, потому что это пожаробезопасно. И в любой момент мы можем сделать керамическую баньку с теплыми лежачками, стеночками, потолком и с каменочкой небольшого размера. И, идя по улице и замерзнув в сырости, промозглости в какой-нибудь зимний, в общем, в какой-то зимний вечер, можно смс-очку послать, и банька включится. И пока ты домой дойдешь, она тебя уже примет теплое, ласковое, и ты погреешься, попотеешь, потом сполоснешься и не заболеешь. То есть технологии... Рассказывайте так, аж завидно. Серьезно. Ничто не мешает воплотить. Сейчас все возможно. Хорошо. Какие этапы парения должны соблюдаться для того, чтобы баня приносила удовольствие? Вот прям по этапам. Ну, на самом деле, чтобы баня приносила удовольствие, достаточно прийти и лечь в баню, а не сидеть, чтобы голова не перегревалась, а еще и ножки на стеночку приподнять, чтобы было тепло ножкам, прохладно голове, еще холодный венчик себе положите на лицо и кайфуйте. Это уже наслаждение. А вот чтобы баня приносила не только наслаждение, но и здоровье, вот тут надо постараться. Вот тут надо уже понимать алгоритм парения, с чего начать, как продолжить, чем завершить, в какое время сделать контраст. Вот здесь уже нужно понимать, вот здесь надо уже учиться, надо уже... То есть таких прям вот первое надо сделать это, 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 нет универсальных советов? Нет универсальных советов, потому что мы все разные. Потому что я сам, придя в баню, в каком-то случае мне нужно шестерых назначить по очереди, и вот они меня будут в течение там получаса, часа выгревать на этом полочке с двумя контрастами, и я там улетаю далеко-далеко. А в другой ситуации я же прихожу в баню и прошу кого-нибудь из моих учеников погреть меня как среднестатистического, и с этим может справиться даже девочка. И я не меньшее наслаждение получаю от этого. Поэтому все индивидуально абсолютно. Один и тот же человек по-разному ощущает себя всякий раз в бане. Поэтому сказать сейчас столько минут, столько заходов, и одному это принесет избыток, другому недостаток. И только тот, кто совпадет, тот получит реальное наслаждение. Поэтому в бане всегда нужно опираться на собственные ощущения. Ни с кем не соревноваться. Чувствовать себя, вслушиваться в себя, ощущать свои вот эти вот потребности. И где-то надо будет поярче, а где-то надо будет помягче. И ничего в этом странного нет. Вы предлагаете вернуться к правильным банным традициям, сохраняя и передавая их будущим поколениям. Какие эти правильные традиции? Но как раз я про это и говорю. Во-первых, приготовьте баню так, чтобы в нее мог зайти любой. От новорожденного до ветхого старца. То есть это должен быть мягкий микроклимат. Топите баню с открытой форточкой, топите баню с открытой дверью. Не перегревайте стены в бане, а согревайте печь с камнями. Печь должна быть прогрета качественно. А стены пусть будут прохладные. Они наберут. Они очень быстро наберут тепло. Это первое. Второе. Не ходите в баню на сытый желудок. Не ходите перед баней за два часа что-нибудь легенькое покушайте. Это важно. Организм пусть будет налегке. Потому что формула здоровья на Руси звучит содержи ноги в тепле, голову в холоде, живот в полуголоде, руки в труде, а ум в тишине. И счастье будет тебе. Баня к этому как раз располагает. Поэтому не наедайтесь до бани. Не наедайтесь в процессе бани. Не используйте алкоголь. В бане, положив гостя на полог, а гостем может быть... Я почему говорю гость? Потому что и мама может быть гостем в моей бане. И ребенок мой может быть гостем в моей бане. И брат может быть гостем в моей бане. И сестра, и сосед, и друг, и сослуживец, кто бы ни пришел, он гость в моей бане. Я баню приготовил, я угощаю его своей приготовленной баней. Так вот он приходит, ложится на полок. Главное, что я должен сделать, это сначала дать ему попотеть. Вот это нужно любому, любому, хворому, немощному, маленькому, любому нужно попотеть. Вот веники нужны будут или не нужны будут, это вторая история, это вторая глава нашей истории. Но попотеть нужно каждому, выпотеть из себя то, что там накопилось, и обязательно теплой водой смыть. Не холодной, а теплой водой смыть, и не бежать в контраст с первого захода. Не торопитесь, дайте телу набраться тепла, дайте ему накопить тепло. Веничками начинаете греть, оттестируйте своего гостя. Ножки погрейте, посмотрите, сколько ножки берут тепла. Это обратная связь тела. Мозги могут придумать, что он крутой, что он... Или, ой, я боюсь, я боюсь. На самом деле вам тело скажет, сколько тепла нужно гостю. Пока греете ножки, вы разберетесь, много ему тепла надо или чуть-чуть. Если вы чуть-чуть подкинули на камни, а у него ножки опускаются, он не готов терпеть, либо у него обмороженные пальчики. Если он на ножки принял много, значит, ему и телу его нужно будет много. И вы должны быть честными перед этим человеком. Вы должны ему сказать, что ты сегодня в таком состоянии, что давай я тебя попарю в два захода, в три захода. Потому что в один заход с тобой не справится, тебе слишком много тепла надо. То есть вы тогда программу будете менять. Вы тогда будете программу готовить под этого человека, чтобы полностью обеспечить его тем теплом, за которым он пришел. Чтобы он полностью получил полное наслаждение. Все индивидуально, всякий раз. Поэтому вот эти моменты очень важны. Завершили процедуру парения. Парение вениками. Не пожалейте на себя плошку меда. Намажьте тело медом. Наполните его медом. Добавьте в этот мед отвар травушек. Капните туда капельку эфирки, эфирного маслица. Наполните тело. Потому что мы за счет температуры, за счет воздействия вениками, очень часто на втором заходе используем соль за счет соли. Мы сняли все, что было на коже. Все наслоения, во-первых, отмершие клеточки верхнего слоя эпидермиса. Во-вторых, мы сняли все жировые наслоения. Мы микрофлору всю убрали. И мы сейчас выйдем в мир, в агрессивную среду. Хорошо, если мы живем в природе где-то, в чистой. А если мы в городе выходим, там, где мимо КАМАЗ проехал, там, где мимо, слава богу, сейчас автобусы хоть электрические. А то ведь у нас дизельные автобусы ходили, везде черный дым, и наше тело голое, в смысле без защиты, без микрофлоры. Накормите его медиком, намажьте тело медиком, дайте ему насытиться, чтобы кожа могла очень быстро приготовиться к той внешней среде, которая ждет нас за пределами, за порогом бани. То есть вот эти моменты, они очень важны. После бани важно покушать. Но покушать, а не встретиться с дядей Жорой. В смысле обжорой. То есть наедайтесь, а не обжирайтесь. После бани не перегружайте организм. Вы только избавили его от лишнего. Дайте ему возможность отдохнуть. Он сам внутри найдет еще, что там доесть. Потому что всегда есть внутри, что съесть. А с утра уже, пожалуйста, вы будете кушать, как обычно, в нормальном режиме живите. Поэтому банька – это облегчение. Баня парит, баня правит, баня все исправит. Говорят, да, я говорил в определенных моментах, это спорно. Но в бане помылся на свет, народился. В день, когда парится, человек не старится. Хорошая баня лучше сытного обеда. То есть это же мудрость наших предков. И используя вот эти правила, мы как раз из глубины веков приносим в нашу жизнь те самые правила, которыми пользовались наши дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки. Это очень важно. А еще есть момент, которому не придают значения. Баня, она является таким цементирующим фактором для семьи. Баня сближает семью, сплачивает семью, налаживает отношения в семье. Почему? Потому что в обыденной жизни мы заняты делами. Я беру среднестатистическую семью. Нормальную семью, где муж работает, зарабатывает. Жена у кого-то работает, у кого-то нет. Но все равно она нагружена. Даже если она домохозяйка, у нее забот вот так. Она моет, стирает, убирает, готовит. За детишками смотрит там и так далее, и так далее. У нее тьма тьмущая забот. И ребенок, который в семье растет, он прибежал к папе. А у папы важный звонок. Папе некогда, ну реально некогда. И папа говорит, бери к маме. А мама в это время запустила стирку, посудомойку, готовит кушать. И еще по телефону выслушивает там бабушку или дает советы подружке. Маме тоже некогда. И мама не знала, что папа послал к ней ребенка. И мама говорит, иди к папе. И ребенок между мамой и папой понимает, что папе не нужен, маме не нужен. Они все время заняты. У него обида. Он обиделся. А где убрать эту обиду? Как убрать эту обиду? Кто увидел это? Хорошо, когда были большие семьи. Когда были братья, сестры, старшие. Когда была бабушка, когда был дедушка. Когда было к кому приткнуться, кроме папы и мамы, можно было найти свободного. А сейчас в семье их трое. И бедный этот ребенок обиделся раз, обиделся два за неделю. Сколько обид накопил? А за месяц? А к переходному возрасту? Он воевать начинает. И он уже большой. Он уже понимает, что каждая отдельная ситуация не стоит выеденного куриного яйца. Но ком такой накопился, что он начинает бунтовать. А некоторые дети начинают ненавидеть своих родителей, да? А если к концу недели в баньку пришли? Телефона нету. Телевизора нету. Помыли. Понянчили. В макушечку поцеловали. И ребенок понимает, что и мама, и папа для него. Вот в бане они для него. Там они были заняты. А здесь они для него. И он им все рассказал. И он им все выложил. И они поплескались. И побрызгались. Можно. Возьмите с собой этот пистолетик-брызгалку, и пусть он брызгается в сласть. Возьмите ковшечек, пускай он плещет на вас. Сделайте венечек маленький. Не пойти его. Дайте ему венечек, и пусть он вас венечком похлопает. И когда он хлопает, вам будет радостно. Маме будет радостно. А папе будет радостно. Ребенок будет видеть эти эмоции. Сам попросит, а меня похлопайте, потому что вам-то хорошо, а мне тоже хочется. Понимаете? И так вы вовлекаете ребенка в банную историю. И ребенок не накапливает обид на родителей. Каждая баня снимает, смывает. Уносит эти все обиды. И ребенок выходит в жизнь, и следующую неделю опять живет. И ему легко, потому что не накапливается этот ком. И поэтому у моих детей не было переходного возраста, не был бунта в этот период. Потому что всегда была баня. Потому что они знали, что вот в субботу будет теплышко. Баня укрепляет семью. А разве между мужем и женой не так? Да пока он по телефону со своим там кем-то разговаривал, она уже три раза с ним развелась. Уже три раза помирилась. На четвертый заход зашла, а он злый день даже не заметил. Ну, мы мужики такие. Ну, у нас склад такой. И бесит-то как раз, что он не заметил. И если нету еженедельной бани, вот это тоже накапливается, накапливается. И два очень хороших человека вдруг не сошлись характером. Как они не сошлись характером? Ну, как они могли не сойтись характером, если они два хороших человека? Да, они просто в баню не ходили. Вот и все. Причем в старину, в бане, если кто-то собрался развестись, их закрывали в баню на две недели. С одной подушкой, с одним одеялом, с одной кружкой, с одной ложкой, с одной чашкой. И если они это испытание выдержали и оставили свое намерение, только тогда их разводили. И, как правило, это заканчивалось через 9 месяцев приходом в мир еще одного члена семьи. И вот-то там ничего не думаешь. Ну, о чем быть? Только греться в бане. Василий Сергеевич, спасибо большое, что пришли. Сегодня мы заканчиваем. Всем всего доброго. До свидания. Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова. «Бесправо на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. «Бесправо на возвращение. Дорога 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 на возвращение. Дорога